Субтитры создавал DimaTorzok 79-летняя женщина найдена в квартире на Малой Дмитровке вечером 28 октября ее сыном, вернувшимся с дачи. По информации издания, Людмила Анатольевна лежала на полу без сознания. Прибывшим на вызов медикам оставалось лишь констатировать смерть. Уточнено, что недавно артистка перенесла операцию, после чего чувствовала себя неважно. Пашкова родила 7 августа 1942 года. В 1967 окончила театральное училище имени Щукина и была принята в труппу Государственного академического малого театра. На экранах дебютировала на следующий год ролью Насти, дочери трактирщика в «Барсуках». Смирницкий и Пашковы были женаты в 1973-74 годах. После актер ходил под венец еще трижды. Отметим, что Валентин Смирницкий, которого знают и любят по роли Портоса в фильме «Дертонина. Три мушкетера» В продолжениях стал героем очередного выпуска «Судьбы человека». 77-летний актер рассказал о своем единственном сыне, которого не стало в 2000 году. Иван умер на 27-м году жизни. По словам Смирницкого, причиной скоропостижной смерти сына стали запрещенные вещества. Это связано с наркотиками. Я его упустил. Я виноват на все 100%. Когда это обнаружилось, и я стал этим заниматься, было поздно. А совсем молодым он занимался плаванием, и со мной даже консультировались по поводу его дальнейшей спортивной карьеры. Но ни я, ни Ира, Ирина Смирницкая, вторая жена актера и мать его сына, не дали разрешения на это. Что случилось, то случилось, поделился откровениями Валентин Георгиевич. Смирницкий объяснил, почему считает себя виноватым в смерти единственного сына. Он признался, что был неверен своей второй супруге, что также породило в нежелании изменять. В итоге оба родителя Ивана занялись построением своей личной жизни, а после развода воспитанием мальчика занялась его бабушка. Ира была женщиной самостоятельной, современной у нее. С самой начались романы. Мы же не просто так разошлись. У меня кто-то был и у нее. Но это все было несерьезно. К сожалению, это случилось в тот момент, когда у нас был сын. А его не распилишь. У меня после развода не было жилплощади, сын жил у бабушки, рассказал Борису Корчевникову, герой его шоу. Субтитры создавал DimaTorzok